Такой день на канале Мир Белогорья. Хочу, во-первых, пожелать им здоровья, а во-вторых, поменьше им работы. Хорошо, мы постараемся создавать им поменьше поводов для работы. Так вот, мы решили, что предстоящий день медицинского работника – это отличный повод затронуть тему эндопротезирования. Операции по замене суставов еще пару десятков лет назад входили в разряд уникальных, а сегодня они выполняются практически конвейерным способом. Наш корреспондент проследил весь путь пациента от постановки в очередь на бесплатную операцию до прохождения постоперационной реабилитации. И выяснилось, что нюансами ни в первом, ни во втором случае пренебрегать не следует. Все подробности у Сергея Шрамко. Сегодня в Белгородской областной клинической больнице Светителя и Асафа на потоке делают то, что еще 15 лет назад считалось уникальным. Речь об эндопротезировании коленных и тазобедренных суставов. В последнее время производят до 800 таких операций ежегодно. В некоторых случаях они не просто повышают качество жизни, а сохраняют ее. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава – это спасение жизни с переломами шейки бедра людей. Какие еще проблемы эндопротезирование решает молодым женщинам, которые при рождении страдают диспластическим коксартрозом? За годы работы сформировалась команда высококлассных профессионалов плюс качественные протезы, которые выдерживают 13-15 лет. Выживаемость наших протезов стоит на первом месте в мире. И сейчас мы ставим белгородцам только хорошие протезы. Поэтому операция у нас доведена до автоматизма. Кровопотеря у нас 300 мл. Это практически небольшое. Еще раз говорю, первичных осложнений у нас не было. Ежегодно больница получает 260 квот на коленные суставы и 410 на тазобедренные. Именно столько операций для пациентов будут бесплатными. Плюс порядка сотни делается на платной основе. Старосколес Василий Анчаков из тех, кто перенес уже вторую операцию по замене тазобедренных суставов. Пять лет назад первую он сделал, дождавшись очереди на бесплатную квоту. Шесть дней назад ему поставили второй искусственный сустав. Василий уже может передвигаться по палате и коридору. И потенциальным пациентам дает совет. После того, как заменен сустав, я считаю, что нужно все инструкции выполнять. Ну и соблюдать, естественно, все, как сказать, рекомендации лечащего доктора. Когда мы думаем, что мы уже вполне здоровы, не забывать, что у нас все-таки заменены суставы. Такая работа врачей крайне востребована. Хотя операция осуществляется до трех-четырех в день, сроки ожидания в бесплатной очереди – около двух лет. На коленный сустав – порядка десяти месяцев на тазобедренной. Чтобы попасть в лист ожидания, сначала нужно записаться к травматологу-ортопеду в поликлинике или ЦРБ, которой вы приписаны. Если действительно требуется эндопротезирование, вам выпишут направление в областную поликлинику при больнице святителя Иосафа. Там необходимо получить схему обследования с перечнем специалистов и анализов. Если противопоказаний к операции не будет выявлено, вас занесут в лист ожидания. После этого вам остается ждать звонка от специалистов. Они сообщат о дате операции. Важнейший этап после любой сложной операции – это реабилитация. Для ее осуществления есть специальные центры. После эндопротезирования сюда, на раннюю реабилитацию, приходит 80% пациентов. Специалисты утверждают, что эта отметка должна составлять все 100. В Центр медицинской реабилитации в Белгороде поступают из областной больницы по направлению с подробной выпиской, что была за операция и какие процедуры необходимы. В таком случае все услуги бесплатны. Мы пользуемся аппаратами, называются они артромот, которые увеличивают объем движений сустава до физиологической нормы. Кроме этого, они получают у нас физик-процедуры, массаж и какие-то манипуляции иглорефлексотерапии. То, что посчитают еще необходимым травматологи. В Центре реабилитации призывают сразу после выписки обращаться к ним. Не затягивать. Это может осложнить процесс восстановления. А именно повышение качества жизни прооперированного пациента – конечная цель врача. Сергей Шрамко и Валерий Ларьков. Программа «Такой день» на Мире Белогория. Равнина, поросшая травянистой растительностью – это то, что большинство из нас знают о степи из школьных учебников. Степи есть на всех континентах, кроме Антарктиды. Богато степными участками и Россия. В Белгородской области степь составляет всего около 3% от всей территории. Но и этого оказалось достаточно, чтобы привлечь экспертную группу ученых из Германии и Австрии. Что ищут они среди белгородских трав, расскажем в следующем сюжете. Когда люди увлечены общим делом, они понимают друг друга без переводчика. А до несвесенней, о котором говорят ботаники, лишь одно растение из длинного списка, которое на степных участках Евразии ищут участники международного научного проекта. Как мы говорим, кейспишес, то есть ключевые виды, которые мы собираем по всему ареалу. Они распространены от Европы до Алтая и дальше немножко. И мы их собираем как можно больше. Зачем? Чтобы выделить ДНК и по ДНК определить историю. То есть в ДНК записана вся история. Да-да, оказывается, у растений, как и у всех живых организмов, есть ДНК, обеспечивающая хранение и передачу из поколения в поколение генетической программы развития. Изучив клетки ДНК растений, собранных на разных территориях, ученые надеются разгадать тайну происхождения степи. Проект этот был инициирован учеными Германского университета Оснабрюк. К его реализации подключились специалисты из Австрии и Алтайского университета. Степь — это огромный пояс от Австрии до Тихого океана. Почти 7 тысяч километров. Ключевые виды растений распространены по всему ареалу. Мы их собираем и пытаемся изучить. Исследовательская работа ведется уже несколько лет. В этом году экспертная группа занялась изучением центрально-черноземных степных участков. В Пелгородскую область они прибыли из Курска и начали знакомство с природой нашего региона, с заповедного участка Стенки из Горья. Из 15 видов растений, изучаемых этой группой, здесь встречаются 12. Мы, конечно, потрясены количеством видов, которые здесь растут. Ночь на Белгородской земле немецкие и австрийские ученые решили провести в палаточном лагере на территории заповедного участка. Для них это уникальная возможность насладиться русским привольем. В Германии национальные парки очень маленькие, а здесь они огромные. А еще очень приятные люди, которые принимают. Они очень приветливые. А сегодня ученые посетили заповедный участок Ямская степь, а также еще несколько особо охраняемых природных территорий на пути из Новоскольского района в Губкинский. А затем отправились в свои университеты работать над изучением собранного материала. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Такой день на мире Белогорья. А теперь приятные новости для нашей телерадиокомпании. У меня в руках Всероссийская награда фестиваля телевизионных фильмов и программ «Моя провинция». На ней изображена ромашка, символ любви, любви к своей малой родине. Творческий тандем Алексея Зимина и Светланы Немыкиной стал победителем фестиваля этого года. Вот вам посмотрите, вот такая им досталась награда за первое место. Их авторский проект «Дикое поле» занял первое место в номинации «Моя провинция». Я напомню, что «Дикое поле» – это краеведческий проект, посвященный событиям 400-летней давности, которые происходили на территории современной Белгородской области. В центре рассказа – истории обычных, реальных людей, живших в крепостях Белгородской оборонительной черты. Победу Светлане и Алексею принес выпуск о перипетиях судьбы церковного служащего Осипа Татаринова, попавшегося на воровстве, но пожелавшего во что бы то ни стало вернуть себе честное имя. А вот этот приз моим коллегам принесла победа в конкурсе средств массовой информации «Зеленая волна-2018». Вот такой вот большой приз, посмотрите, для участия в отборочном туре было представлено более 300 материалов. Награждение 17 призеров и лауреатов происходило сегодня в Белэкспоцентре. Первую премию конкурса областная телерадиокомпания «Мир Белогорье» заслужила серией социальных видеороликов на тему безопасности дорожного движения, а также репортажами и телепередачами, среди которых выпуск программы «Эта вещь» о неподкупном белгородском гаишнике Павле Гречихеле. Особой оценки был удостоен социальный ролик «Позвони», призывающий не оставаться равнодушными, не ждать страшных последствий пьяных аварий, а предотвращать их. Лауреатом конкурса «Зеленая волна-2018» номинации «Безопасные дороги детям» стала автор и ведущая программы «Мира Белогорье» Дарья Анискина, которая представила социальный ролик «Некуда спешить». Это все сюжеты на сегодня. Иван, по какому из этих сюжетов мы будем судить уже в будущем и сегодняшнем дне? Какой сюжет вам сегодня понравился больше всего? Я, наверное, пользуясь случаем, хочу передать привет команде «Белая крепость», нашей регбийной, и все-таки, наверное, сюжет про медиков, потому что они помогают. Вы знаете, какая связь регбийной команды с медиками? Вы хотя бы поясните. Потому что есть травмы, и без помощи сотрудников, медработников, естественно, что в полной мере нельзя было бы насладиться не только игрой в регби, но и в многие другие спортивные игры. Отлично. Итак, аванс вашей подачи. Сегодня сюжет Сергея Шрамко об эндопротезировании будет у нас сюжетом дня. Ну а сейчас наша рубрика «Ретро-новости» 15 июня в сюжетах прошлых лет на основе архивов информационной службы «Мира Белогория». 15 июня 2013 года в Грайверене состоялся первый международный фестиваль, посвященный памяти Людмиле Лызыкиной. Специалисты вокального и инструментального исполнительства дали мастер-классы гостям праздника и порадовали концертной программой из песенного репертуара великой певицы. В 2012 году, 15 июня, впервые в Белгороде выступила оперная звезда мирового масштаба. Один из самых востребованных и высокооплачиваемых певцов, обладатель уникального баритона, народный артист России Дмитрий Хворостовский. Это стало событием, далеко выходящим за рамки музыкального. В Белгород певец привез концертную программу, в которой, кроме известных оперных произведений, вошли и песни военных лет. В 2013 году правительству области в этот день был представлен проект возрождения массового хорового исполнительства в регионе. Он вносил изменения в школьную программу уроков музыки с акцентом на занятия пением. А в 2016 году был сделан новый шаг в развитии фармацевтического кластера Белгородской области. Крупнейший игрок российского рынка ветеринарных препаратов компания «ВИК» – «Здоровье животных» представила инвестиционный проект на территории промышленного парка «Северный». А именно строительство производственного комплекса по выпуску кормовых добавок, пребиотиков и пробиотиков для животных, а также ушных пирок для маркировки учета скота. В 2016 году на территории областной клинической больницы святителя Иосафа открылась аллея славы медицинских работников. Ежегодно она пополняется новыми именами врачей, которые оставили яркий след в истории регионального здравоохранения. На этом мы прощаемся с нашим гостем. Иван, спасибо, что вы пришли к нам в студию. Я напомню, что с Иваном Бородавкиным мы сегодня говорили о Европротоколе и о тонкостях его заполнения в новых реалиях. Но все-таки, чтобы не заполнять Европротокол, лучше, наверное, не попадать в дорожно-транспортное происшествие. Правда? Естественно. Чего мы и пожелаем вам, Иван, и нашим телезрителям. На этом у нас все. Это был такой день, последний рабочий на этой короткой неделе. Удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова